В Караганде во время военных учений Утонул солдат-контрактник Жители поселка Заводской города Караганды Просят помощи Необычная акция прошла в Караганде Школьников уже с раннего возраста Учат бороться с коррупцией В Караганде во время военных учений На воде утонул солдат-контрактник ЧП случилось в минувшее воскресенье Возле села Спаск В учениях были задействованы военнослужащие Из нескольких частей В том числе служащие воинской части Номер 41433 Дислоцированные в Атраусской области Где и служил по контракту 24-летний погибший Тело солдата извлекли Спустя несколько часов В военной прокуратуре Хоть и подтверждают факт Однако по какой причине утонул солдат Пока не говорят Но и не отрицают того Что у солдата могли случиться судороги Причина будет установлена После проведения следственных мероприятий Кстати, которые уже начались Все необходимые вещдоки Отправлены на экспертизу 21 июня при проведении Тренировочных мероприятий На территории учебного центра В ПГТ Спаск Кабайского района Утонул военнослужащий По контракту Одной из воинских частей Города Актау В настоящее время С целью установления Всех обстоятельств произошедшего Правоохранительными органами Проводится досудебное расследование Назначены необходимые Судебные экспертизы Жители поселка Заводской Города Караганды Просят помощи Прямая короткая дорога По которой они привыкли ходить Перекрыта Там строится новый дом Чиновники выдали участок земли Частнику Захватив территорию дороги Местные жители уже месяц Ходят в обход по трассе И через степь Наш корреспондент Амина Смакова С подробностями У Татьяны Жительница улицы Аврора Поселка Заводской Пятеро детей Один из которых грудной До магазина или остановки Ей приходится вместе с малышами Идти по опасной трассе Или же по степной тропе Чтобы добраться до автобусной остановки В обход уходит 40 минут Раньше, когда была открыта эта дорога Многодетной матери было легче Сейчас, по словам Татьяны Выход куда-либо из дома Превращается в испытание Пришли вот сюда с Акимата Или откуда-то И кто-то выделял этот участок Взяли сумки Да, детей коляску И пошли От остановки И до нашей последней улицы В круговую Да, в круговую Да, даже не по нашей короткой дороге А в круговую обошли Люди уверены Если сейчас на непростую ситуацию В которой оказались сотни жильцов Не обратят внимания У них возникнет немало проблем У меня мамка старенькая Вот сейчас закроют здесь Единственный вот этот напрямую Потому что там есть автобус А теперь что делать она будет Строительство нового дома Создало проблемы Жильцам около ста домов По словам сельчан Они никак не могут взять в толк Как выдали участок земли Вместе с территорией дороги Как говорят люди У чиновников на все Всегда один ответ Вот это все по плану Все законно Все по плану Наверное власть существует для нас А не мы для власти существуем Власти города обещают В ближайшее время Прояснить ситуацию Сегодня получить комментарий У чиновников не удалось По словам советника Акима города Караганды Руслана Телегина Как только уполномоченные специалисты Разберутся в проблеме Жителей поселка Заводской Они предоставят всю информацию Амина Смакова Исланбек Аспан Арман Нартаев Первый Карагандинский Когда в Караганде построят Мусороперерабатывающий завод Несколько лет назад Чиновники обещали Запустить такой проект Говорили даже о том Что половина Необходимой суммы На предприятии Уже есть Но годы идут А завод так и не появился О загадочной судьбе Нового строительства И причинах торможения Его запуска Смотрите в следующем сюжете О строительстве нового завода Который облегчит Участь переработки мусора Говорили еще с 2000 года Тогда из-за кризиса Этот проект был приостановлен В 2010 году О нем вспомнили снова Немецкие инвесторы Даже выделили 50% нужной суммы Остальную ждали От государства Но оказался мусор И ныне там Денег в бюджете не было Были определены Две площадки Непосредственно Это район Сортировки Непосредственно Район Район Шахта-Актасской Район Собсобурханской Значит Проекты уже В принципе Можно сказать На стадии были Значит Реализации Но к сожалению Значит Экономическая составляющая Не была решена Сейчас в шахтерской столице Есть только один завод Который занимается Переработкой мусора Это компания Ресайклинг Они чистят дворы И улицы города Но проблемы Во многом Так и не решились Контейнеры Для сортировки мусора Оказались неудобными Для наших Так сказать Аккуратных И воспитанных граждан Многие бросают Отходы Не сортируя Иной раз И мимо бака Нас сортируют Магазины И частные сетки А в жилом массиве Мы пробовали Листовки Раздавали Магитировали Там стоят Специальные контейнеры В еврике С отверстиями Ну специально Для пластика Для бутылок Ну для всякого Там вместе Можно кидать Ну единицы Там 2-3 человека Только это делают Сегодня Караганду Называют Мусорной королевой Жители Майкудука Признают Что ситуация С мусорным хаосом У них постоянная Контейнеры пустые А вокруг пакеты Мешки И всякий хлам Ужасная картина Почти во всех микрорайонах С вопросом Как эту проблему решить Мы обратились к гражданам Надо агитировать людей Больше ничего не могу сказать Стараться Всеми силами Ну это от самих нас зависит Чтоб не разбрасывали Не плевали А то на остановке Иногда люди стоят И плюют Утилизация отходов Хоть и очень важная работа Но пока для наших жителей Спустя много лет В диковинку Потому за мусор Около баков Необходимо наказывать штрафами Считают многие опрошенные В нашей стране Из более 6 тысяч населенных пунктов Только половина имеют Специальные полигоны Для уничтожения мусора Да и до тех Не всегда довозят отходы С вопросом Как уберечь нашу природу От такого грязного нашествия Мы обратились И в департамент экологии Но общаться с народом Там не пожелали Нас долго направляли Из одного кабинета в другой Но ответа так и не дали Видимо сказать чиновникам Которые как раз и работают Для жителей города Нечего Аймамрина Исламбегуспан Арман Артаев Первый Карагандинский Впереди небольшая реклама Не переключайтесь Спонсор показа Galaxy Group Производитель продукции Торговых марок Алюгал Галвин Херкюль Галвин Оконные системы А-класса Долговечность 60 лет Галвин Морозостойкий Надежный Прочный Для тех Кто ценит качество К другим новостям Состоялась очередная 47-я сессия Городского маслехата Депутаты взяли на контроль Государственные учреждения Которые оказывают Услуги населению Судя по докладу Руководителя аппарата Акима нашего города Армана Успанова Работы в этом направлении Ведутся с хорошей динамикой Почти все виды Выдачи и регистрации документов А также других функций Центров обслуживания Населения И других структур Выполняются в сроки 22 депутата Депутата и представители Различных структур За круглым столом Обсудили отчет Руководителей исполнительных органов Нашего города Судя по нему За 2014 год По 52 видам Оказание различных услуг Выполнено более 117 тысяч работ Не обошлось и без нарушений Сроков исполнения Около 400 из них Были просрочены А в текущем году Количество услуг Увеличилось на 11 По ним выполнено Более 50 тысяч Госуслуг Около 70 Были также просрочены Исполнительные органы Считают Что причиной Такого отношения К делу В загруженности Специалистов И текучести кадров Идется работа По установлению Именно причин Нарушения Установленных сроков В этих целях На ежедневной основе Проводятся дни контроля Где рассматриваются Не только вопросы Исполнительской дисциплины Но и оказание Государственных услуг Постоянно мы проводим Внутренний контроль Кроме того Чиновник рассказал О том Что в следующем году Заработает новый Колл-центр Где по единому Многоканальному номеру Телефона Жители смогут узнавать О готовности Своих документов Электронные очереди В цонах И автоматизированный Формат работы Должен упростить Всю процедуру И отсеять Возможность коррупции С мая И по текущего года У нас в пилотном режиме Будет недоименеть Пять государственных услуг Оказываемых Местными исполнительными органами Вот В целом Мы проводим Также работу По автоматизации Как я ранее говорил Государственных услуг Теперь утверждение Землестроительного проекта Разрешение На изменение Целевого назначения Земельного участка И другие услуги Уже в конце этого года Можно будет получить Через интернет Но тем не менее Проблемы задержки сроков Это пока не решает О самых неисполнительных отделах Рассказал депутат 16-го избирательного округа Кадрбек Абдиров Большая часть нарушений Была выявлена ГУ Отдел архитектуры И градостроительства Города Караганды 321 нарушение По отделу Жилищных отношений 66 нарушений По отделу Образования 2 нарушения И по отделу Земельных отношений Одно нарушение По всем имеющимся проблемам В отношении Государственных услуг Депутаты предложили Доработать пробелы И обещали Держать все Под контролем Аймабрина Олжас Габасов Арман Нартаев Первый Карагандинский В Караганде Прошла Республиканская Конференция С участием Представителей Кредитных Товариществ Сельских Предпринимателей И руководителей Национального Холдинга КазАгро За жаркими Дискуссиями Обсуждали Тему кредитования Сельских бизнесменов По словам Организаторов Встречи Работу Кредитных Товариществ Нужно Расширять Это Можно Сделать При помощи Привлечения Новых Инвесторов Конференция Посвященная Проблемам Сельских Бизнесменов Прошла Оживленно Всех Интересовали Вопросы Субсидирования И кредитования Именно Малого И среднего Бизнеса На селе Как известно Фермерам В этих вопросах Сложнее всего Не все Банки готовы Выделить им Деньги Поэтому Договор Заключенный Между Ассоциацией Кредитных Товариществ Союзом Фермеров И предпринимателями Очень удобен В первую очередь Для последних Получить деньги Под низкие Проценты Не так-то просто А данное Соглашение Помогает Упростить Все процедуры Есть В каждом районе Сельские кредитные Товарищества Мы Союз Фермеров Казахстана Заинтересованы В этих Сельских кредитных Товариществах Почему? Потому что Они находятся В районе Удобно Фермерам Непосредственно В районе Кредитоваться С момента Основания Ассоциаций Кредитных Товариществ Агропромышленного Комплекса В нашей стране Денежную помощь Получили более 30 тысяч Крестьянских Хозяйств С целью Обучения Фермеров В каждой области Были организованы Десятидневные Курсы Инициатива Создания Того Аграрного Банка Который Много лет Говорят Наверное Наиболее Возможно На базе Существующих Финансовых Институтов Кредитных Товариществ Если Скажем Они Объединятся И создают Свой Аграрный Кооперативный Банк Этот Опыт Мировой По этому Пути Все шли И Другого Пути Нет В ходе Обсуждения Затронули Вопросы Увеличения Количества Кредитных Товариществ А создание Нового Кооперативного Банка На их основе Принесет Огромную Пользу Как для Экономики Страны Так и Для Сельских Предпринимателей Аймамрина Ислабек Успан Арман Артаев Первый Карагандинский Необычная Акция Прошла В Караганде Школьников Уже С раннего Возраста Учат Бороться С коррупцией Через Интересные Флэшмобы И другие Веселые Игры Маленькие Карагандинцы Сделали Свои Выводы Что такое Хорошо А что Такое Плохо Ученица Третьего Класса Русаина Семгазива Сегодня Необычайно Красиво Сюда Она Пришла Не на Очередной Конкурс Моделей А для Того Чтобы Поддержать Акцию Против Коррупции Именно Так Решило Объединение Движения Молодежи За Будущее Казахстана Бороться С пагубным Явлением Для Нашего Общества Хотя Не все Маленькие Карагандинцы Знают Об этом Зато Они Очень Любят Танцевать И Участвовать В Веселых Конкурсах Мы Сегодня Будем Выступать Флэшмоб Мы Очень Любим Танцевать Наш Хореограф Дана Манбаевна Она Нас Очень Хорошо Учит Танцевать Мы Еще Учим Новый Танец Египет Наше Мероприятие Называется Нет Коррупции Коррупция Наш Общий Враг И Вот Видите Мы Символами Взяли Белые Перчатки Мы На всех Мероприятиях Одевали Белые Перчатки Это Означает Что Наши Руки Должны Быть Чистыми Мы Ничего Не Должны Брать И Ничего Не Должны Давать Общество Движения Молодежи За Будущее Казахстана Уже Провели Собеседование О Вреде Коррупции В двух Гимназиях Карагандин А также Устроили Конкурсы Рисунков На данную Тему О том Артисты Жасказганского Музыкально-драматического Театра Имени Кожам Колова На карагандинской Сцене Представят Премьеру Спектакля Кейкебатер Постановка Посвящена 550-летию Казахского Ханства И раскроет Зрителю Немало Интересных Страниц Истории Нашего Государства Перед Началом Спектакля Состоялся Брифинг Режиссер Постановщик И актер Встретились С журналистами В новой постановке Пойдет речь О легендарной Личности Кейка Кукембайула Который активно Принимал участие В национально-освободительной Борьбе И возглавил Отряд Метких стрелков Образ Кейка Воплотил на сцене Талантливый актер Кинжитай Абильдин А образ Его возлюбленной Сыграла Мируана Жамбутаева Сам спектакль В Караганде Будет проходить В течение Нескольких дней На сцене Театра Имени Станиславского Я когда Читал Прессу Я сам стал понимать Что я сам Воспитываюсь На этой песне Не то чтобы Воспитываюсь На то чтобы Воспитываюсь И я подумаю Может Стоит Подпоставить Спектакль Для нашей молодежи Чтобы наши Узнали На какой Возвращение выпуска Еще об одном 25 июня 2015 года С 9.00 До 18.30 В центре занятости Города Караганды Отдела занятости И социальных программ Состоится день Приема граждан По вопросам Реализации Дорожной карты Занятости 2020 Адрес Проспект Бухаржирау Дом 51 Дробь 1 Четвертый этаж Приглашаем Принять активное участие Это все О чем мы хотели Вам рассказать Благодарю за внимание Если у вас есть Интересная информация Звоните нам По телефону 420649 Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова